Здравствуйте, ребята. Так, ждем, пока подключатся все. Здравствуйте. Так, пока все остальные подключаются, пожалуйста, открываем тетради. Пишем у нас сегодня 17 сентября. Классная работа. Здравствуйте. И продолжаем тему значения выражения. Сегодня второй урок на эту тему. Тетрадки открываем, пишем. Классная работа. Ребята, я буду проверять не только домашнюю работу, но еще и классную в тетрадях, которую вы мне будете сдавать. Так, продолжаем нашу тему. Итак, значения выражения. Работаем по книге Петерсон, по учебнику Петерсон. Что мы сегодня будем? Мы опять будем с вами составлять численные и буквенные выражения, находить значения и так далее. Так, ну, сначала разминка. Разминка легкая. Надо решить уравнение. Найти значение х. Можно писать в чате. Пожалуйста, первый пример. Ильдиар, у кого нету Петерсон, тот уже получит на этой неделе, на то и точно уже пришли. Так, Тамерис была первая, правильный ответ у нее. Так. Так, Мерей, правильно, Амина. Получилось 730, да, верно, 730. Надо не отнять было 15, а прибавить 15, да, потому что уменьшаемое находится в сложении. Так, следующее, второй пример. Второй пример. Ахат, молодец, Мерей, правильно. Али, Мерей, да. Верно, молодцы. Апасов, молодец. 131. Так, третий, третье решение. Даниэль, молодец, верно. Так, третье уравнение. Х равен. Пишем третье уже. Здравствуй, Алихан. Так, ответы на первое уравнение. Нет, это не писатель, это устный счет. Так. Пожалуйста, третье уравнение. Мерей, первое. Верно. Ахат, молодец. Алия, Алихан. Карина, молодцы. Да. Получилось ответ 309. Эмирхан, верно. Даниэль, да. Так, хорошо. И четвертый. И четвертый. Последнее уравнение. Так, последнее уравнение. Мерей, да. Алин, правильно. Так, Аэмжан, да. Верно. Карина. Ахат, да. Сайкал. Все, молодцы. Х равен одному. Очень быстро считаете. Мне очень нравится. Хорошо, молодцы. Так. Итак, начинаем продолжать решать. Номер сороковой в учебнике нашем. Запишите выражение для ответа на вопрос задачи. Найдите его значение при данных значениях букв. Значит, пишем в тетради номер сорок. Открываем тетрадь. Там уже у вас написана тема 17 сентября. Классная работа. Номер сорок. И цифру один ставим. Задание переписывать не надо. Пишем то, что у меня будет синим записано. Первая задача. Олег живет на расстоянии А метров от школы. Сколько времени он потратит на дорогу от дома до школы, если будет идти со скоростью B метров в минуту? Ну, эту задачу мы знаем, как решать. Потому что надо записать формулу пути С равно В на Т. Чтобы найти Т, надо да, верный номер. И надо А разделить на B. Это столько минут он шел. Алихан уже написал. Так. И теперь подставляем в это выражение. И находим, что 800 разделить на 50. Это будет 16. Алихан. Ну, если немножко ошибся, надо было не умножать, а делить. А это было расстояние. Б это скорость. Да. Надо внимательно читать. Значит, пишем цифру один. Записываем красную формулу. И записываем синим то, что у меня на экране. Ребята, пишем цифру номер сорок. Первая. Первая задача, решение, формулу и все, что у меня записано синим цветом. Так. Дальше. Костя. Вторая задача. Костя шел лесом С километров. А полем Д километров. Так. Опасов. Будешь спамить. Я тебе два поставлю. Вот я тебя записываю. Так. Весь путь занял Т часов. С какой скоростью он шел, если скорость пути не менялась? Так. Значит, сколько он всего прошел? А он лесом шел С, полем Д. Значит, надо что сделать? Сложить. И разделить на время. И мы узнаем, с какой скоростью он шел. Так как у нас есть значение букв, то мы сразу подставляем и записываем. Подставляем и записываем. И ответ. Не сложить, а сложить. Лаклож. Так. Записываем все, что синим цветом. Все записали. Да, верно. Уже мы рыба считала. Следующая. Задача номер три. Задача номер три. Красный. Тоже писать надо было. Задача номер три. За 10 тетрадей заплатили х рублей. А за 15 блокнотов на у рублей больше. На сколько рублей блокнот дешевле тетради? Так. Кто не успел, тот уже я не буду. Ни на 5 сек, ни на 10. Потом перепишите. Место оставьте. Значит, надо узнать, сколько стоит одна тетрадь. Если всего х, если всего 10 тетрадей, а заплатили х рублей. Как найти одну тетрадь? Что надо сделать? Надо. Это вспоминаем формулу, да, нашу. Записываем формулу. Х разделить на 10. Это как раз получится, сколько одна тетрадка стоит. А раз на у рублей больше, значит, х плюс у. Всего 15 блокнотов разделить на 15 блокнотов. И раз узнать надо, на сколько дешевле, отнять. Отняли. Записали формулу. Это у нас выражение буквенное, да. Теперь вместо букв подставляем числа. Я сейчас сюда напишу, если кто-то до сих пор не понял, что куда подставлять. Вот у нас х. Есть значение. Это 250. Вот здесь то же самое х. То же самое значение. И у. Подставляем формулу. Вот это число 20. Подставили. И написали ответ. Посчитали. Получилось 7 рублей. Ответ. Блокнот в дешевле тетради на 7 рублей. Да. Молодец. Следующая. Четвертая задача. Ребята, вы меня слушайте и пишите. Номер 3. Красненькую формулу. И синим то, что решение. Два прямоугольных земельных участка имеют одинаковую площадь А квадратных метров. Длина первого участка B метров, а длина второго участка на 5 больше. Значит, B плюс 5. Ширина какого участка меньше и на сколько. И здесь приведены данные. А равно 1800, B 45 метров. Решение. Чтобы найти ширину, вспоминаю формулу площади. С равно А на B. Чтобы найти B, надо разделить. Значит, длина первого участка больше. А почему узнали, что больше? Потому что в первом случае А делится на B, а во втором случае А делится на B плюс 5. На большее число делится. Если на большее число делится, то в итоге это будет в результате меньшее число. И подставляем значение вместо А и B числа. И находим ответ. Это будет на 4 метра. Длина первого участка больше на 4 метра. Делай скрин. Я же жду. Вам время оставляю. Так, следующая. Следующая задача. Пятое. Саше M лет, а Игорь на N лет старше. Во сколько раз Саша будет младше Игоря через 3 года? Ну, значит, если Саше M лет, а Игоря на N больше, значит, M плюс N. А через 3 года надо еще прибавить 3. И тому 3 добавить, и этому 3 добавить. А во сколько раз больше, значит, надо ответ разделить. Подставляем числа. И получается, что через 3 года Саша будет младше Игоря 3 раза. Так, в чат ничего не пишите, ничего не успеете. Переписывайте все в тетрадку. Дальше, шестая задача. В трамвае ехала C человек. На остановке вышла B. Вышла, значит, минус. Вошло D, значит, плюс D. На следующей остановке никто не вошел, а вышла в 4 раза меньше, чем было первоначально. А первоначально было С. Вы 4 раза меньше, значит, С разделить на 4. Сколько человек осталось в трамвае после остановки? Записываем решение. Было С, вышло минус. Зашло плюс. Снова вышло минус. Получилось выражение. И теперь вместо букв подставляем числа и находим, что после второй остановки осталось... А почему 21? 19. 21 человек. Так, тут 19. Тут ошибка. 19 человек. Да, 19 человек. Верно. Так, дальше. Заполни таблицу. Заполни таблицу. Это не записываем. Не записываем. Внимательно смотрим, как ее заполнять. Смотрим. Значит, значение А. У А несколько значений. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нам надо в первой строчке найти 20 минус А. Чтобы найти, надо просто вместо А подставлять число. 20 минус 0. Это 20. Дальше. Во втором столбике вместо А подставляем цифру 1. 20 минус 1. Это 19. И так далее. По очереди подставляем числа. И ответ у нас легкий. Следующее. Второе. Надо найти 4А. Ну, тоже легко. Мы вместо А подставляем. Опять 0. Между ними знак умножения. 4 умножить на 0. 0. Дальше. 4 умножить на 1. 4. 4 умножить на 2. 8. И так далее. Так. Но еще это не окончание работы. Да? Здесь написано. Для каких значений из таблицы выполняются условия? Я. Смотрим. Первое условие. У нас 20 минус А должно быть больше, чем 4А. Смотрим. В первом столбце 20 минус А. Это 20. Больше, чем 0? Да. Это больше. Значит, 0 нам подходит. Дальше. Смотрим. Второй столбец. 19 и 4. 19 больше? Да. Значит, второе значение тоже подходит. Третье подходит. И четвертое значение тоже подходит. 16 равно 16. Здесь уже не подходит. Значит, у нас будет ответ, что при нуле, при единице, при двух и при трех будет выполняться данное неравенство. Следующее. Второе задание. У нас, наоборот, 20 минус А должно быть меньше 4А. Смотрим. Если здесь, вот на этой части, у нас было все больше, то мы смотрим следующее. 16 и 16 одинаково не подходят. А где значения 5, 6 и 7? У нас 4А больше. 20 больше, чем 15. 24 больше, чем 14. 28 больше, чем 13. Значит, у нас ответ это три цифры. Это 5, 6 и 7. И при каких значениях А равно? В данном случае мы увидели, что это 4. При А равно 4, у нас 16 равно 16. Так, это не записываем. Это я вам просто объясняю. Следующее, номер 42. Заполни таблицу. Таблицу. Тут принцип точно такой же. Значит, мы вместо А подставляем значения. Вот первый столбик, когда решаем, подставляем первое значение. Дальше вместо В тоже подставляем в первом столбике. И решаем. Посмотрите, снизу я вам выполнила вычисление. 2 умножить на 1. Вместо А я подставила 1. 2 умножить на 0. Вместо В подставила 0. И в результате получился ответ 2. Следующее решаем. Следующее решаем. Так, сейчас это сотру. Теперь второй столбик. Вместо А подставляем значение 3. Вот у нас написано. Вместо В подставляем значение 4. И в итоге у нас получается 2 умножить на 3. 2 умножить на 4. Нет, это не писать. Это устно. Вы просто разбирайтесь, как это делать. Смотрите внимательно на мое объяснение, на табличку. И получится 2х3, 6. 2х4, 8. 6 плюс 8, это 14. Написали. Так, дальше третий, третий столбик. Точно так же. Теперь вместо А подставляем 4. Вместо В подставляем 5. И начинаем вычислять. 2 умножить на 4, 8. 2 умножить на 5, это 10. 8 плюс 10, это 18. И так далее мы вычисляем дальше. Давайте попробуйте самостоятельно. Напишите мне ответ для этого столбика. Сколько же здесь получится? Кто скажет? Кто напишет мне ответ? Так, есть Аман. Аман написал, Амина написали. Молодцы. Это 24. Умнички. Все, вы поняли принцип заполнения таблицы. Значит, дальше, когда мы с вами будем вычислять, получится ответ 32, 36, 40 и 88. Следующее, чтобы вычислить нам по второй формуле точно такой же принцип. Значит, вместо А подставляем число для первого столбика. Вместо В подставляем число для первого столбика. И начинаем считать. Посмотрите, я вот здесь вам... Так, 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 так. Надо убрать. Я здесь написала, значит, вместо А единичка, вместо В 0. Посчитали, ответ 2. Так, номер следующих, второй столбик, где А равно 3, Б равно 4. Пожалуйста, кто мне напишет ответ? 14 бегболот. Молодец, первый написал. Султан, 14. Молодец. Так, верно. Это будет 14. Дальше. Дальше. Следующий столбик. Следующий столбик. Алия, 18 написала первое. Молодец, 18. Да, 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 да. Вот уже много написали. Варико, молодец. Следующая. 24, 32, 36, 40 и 88. Что мы можем сказать вот из результатов нашей таблицы? Посмотрите, мы вроде бы находили значения по-разному, а в итоге у нас получился один и тот же ответ. Значит, в данном случае мы можем записать, что 2А плюс 2Б равно 2 умноженное на А плюс Б. Значит, сумма удвоенного А и удвоенного Б равно произведению 2 из суммы АБ. Дальше. Пойдем дальше. Все, мы заполнили эту табличку. Следующая. У Вити было номер 43. Писать не надо, ребят. Не надо писать. У Вити было 20 марок. Он подарил сестре А марок. Сколько марок у него осталось? При любых ли значениях А задача имеет смысл? Имеет ли она смысл при А равном 25 или А равно 1,5? И почему? Ну, давайте напишем выражение. Было 20, подарил А. Осталось 20 минус А. Вопрос. Если А равно 25, можно посчитать? Нет, Султан, не надо писать, дарька, не пишите. Внимательно просто слушайте. Дальше. Можно ли записать это? Можно ли решить? Нет, нельзя. Потому что было 20, а он подарил 25. Откуда он еще 5 марок взял, да? Минус 5 Алихан. Это ты на калькуляторе посчитал. Мы еще эти числа не проходили. В данной задаче это бессмысленное решение будет. Значит, здесь ответа нет. Задача не имеет смысла, так как количество подаренных марок не может быть больше количества марок, которые уже есть. Следующее. Если А равно 1,5, то тоже задача не имеет смысла, так как количество марок должно быть натуральным числом. Мы не можем оторвать пятую часть марки и подарить. Это бессмысленный подарок. Только марку потратили и все. Так, дальше. Номер 44. Тоже, ребята, не записывайте. Мы это все понимаем, про что речь идет. Внимательно смотрите. Найдите значение выражения. Значит, частное. Частное от чего? Разности 18х и числа х. Для всех значений, принадлежащих множеству. Значит, х равен 1, 2, 3, 6, 9. Можешь ли ты найти его значение при х равен 5, 20 и при нуле? Нет, ничего не пишем пока. Значит, если х равен 1, что делаем? Мы в нашу формулу подставляем 1 и просто начинаем вычислять. Следующее. Х равен 2. Опять подставляем двойку в нашу формулу и начинаем вычислять. Получится 18 минус 2 и все разделить на 2. Это будет 8. То же самое с тройкой, с шестеркой и с девяткой. Все значения, которые были в множестве, мы с вами сделали. 1, 1, 2, 2, 3 подставили и так далее. Дальше. Вопрос. При х равен 5 можно найти? Нет, нельзя найти. Нету в этом множестве числа. Х равен 20. Нету в множестве числа. Их равен 0. Во-первых, на 0 делить нельзя. Мы никак не сможем посчитать, да? Даже если будет в этом множестве. И 0 у нас нет. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Вспоминаем меры длины и меры площади. Это вы должны были выучить еще в третьем классе. Это вы должны знать. Кто не помнил, я специально вам сделала слайд для подсказок. Теперь номер 49. Ребята, писать. Номер 49. Писать. Кто не успевает записать, сфотографируйте или сделайте скрин. Значит, как здесь решать? Решение следующее. Например, 5 квадратных метров плюс 9 квадратных дециметров. Надо прибавить 74 дециметра в квадрате. Ну, здесь легко. 9 плюс 74. Это 83 дециметра квадратных. Так, все как так и осталось. Следующее. 48 гектаров 3 ара. Минус 2 гектара 17 аров. А 3-17 никак нельзя отнять. Значит, мы из 48 один гектар сюда забираем. Один гектар это сколько? Это 100 аров. 100 плюс 3 это будет 103 ара. Вот теперь от 103 можно отнять 17. И это будет 86. 47 минус 2. 45. 45 гектаров 86 аров. Это я вам напоминаю. Как вычислять? Точно так же В и Г. Это я вам дала подсказку. Переход. Квадратные единицы. Далека. Да, писать надо было. Все это надо было писать. Сделайте скрин. Или потом я вам скину презентацию. Это надо записать. Классную работу. Следующий. Следующий. Номер 50. Номер 50. Ребята, это на повторение. Сами попробуйте ответить. Да, я скину. Сами попробуйте ответить. Но здесь надо найти площадь. Площадь совсем легко. А умноженное на В. Здесь площадь как найти? Надо от большей площади отнять пустоту. Да, меньшую площадь. И второе и четвертое попробуйте сделать самостоятельно. Так, это в тетрадку просто запишите. Номер 50. Ответ на первый вопрос. Ответ на второй вопрос. Дальше сами сделайте второй и четвертый. И в тетрадке оформите. И теперь домашнее задание. Домашнее задание на странице 15 номер 57, 58, 59 оформить в тетрадь и мне сдать. Все. На этом у нас урок окончен.